В эфире актуальное интервью и мы говорим сегодня о безопасности на дорогах. У нас в гостях Елена Шудря, заместитель председателя Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Елена Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Накануне на трассе Вилюи сгорел микроавтобус. Слава Богу, без жертв, пострадавших нет, но автобус перевозил школьников из Якутска в село Сунтар. Как было сказано, никто не пострадал, детей эвакуировали и потом попутными машинами доставили до села. Но самое вопиющее в этой истории то, что водитель, которому доверили детей перевозить, за минувший год 14 раз привлекался к административной ответственности. Нам не хватает законов, рекламентирующих контроль, либо же эти нормы просто массово как-то игнорируются водителями, которые занимаются междугородними перевозками. Я считаю, что эти нормы, которые существуют и которых вполне достаточно, просто игнорируются. И есть причины, по которым они игнорируются. Получается, с одной стороны, все нарушения имеют теперь заявительный характер. То есть, если мы видим, что что-то нарушается, мы должны обязательно заявить об этом, то, что мы это видим. С другой стороны, очень выгодно сегодня быть даже, скажем так, вне поля закона, потому что все административные правонарушения, они в разы меньше, чем если бы, допустим, какие-то замечания предъявлялись уже лицензионному, скажем так, виду деятельности. То есть, на юридическом уровне. Да, на юридическом уровне. Но от подобных случаев иногда и с пострадавшими, что немаловажно, происходит на дорогах немало. Получается, что детей сегодня фактически может перевозить кто угодно. Вот опять же, игнорируем. Нет, перевозить детей не может кто угодно. Согласно действующему законодательству и постановлению, которое вышло еще даже в 2013 году, перевозить может только водитель, который имеет специальное разрешение. То есть, существует определенное количество требований, достаточно жестких, которые относятся именно к перевозке детей. Здесь, я считаю, было вот конкретно, в данном конкретном случае, плохо вообще организован этот маршрут. Тем, кто являлся представителем этих детей. Какая это была группа, организованная, неорганизованная группа. Ну, а самое главное, почему родители не были заинтересованы в безопасной перевозке своих детей. Ведь они главные, скажем так, заинтересованные лица. И с точки зрения общечеловеческих норм и законов, но также с точки зрения закона. То есть, родители не поинтересовались, есть ли разрешение на перевозку. Да, отправив свои детей, совершенно не поинтересовались. А также, если они организованно выезжали с места какого-то отдыха, как я вот вижу из тех небольших сообщений в интернете, то, соответственно, должен был отвечать и тот человек, который организовал эту поездку. И предложил этому водителю, этого транспортного средства перевозить эту группу детей. А вот вообще сегодня в Якутии существуют ли именно специализированные компании, занимающиеся перевозкой конкретно детей? И какой контроль за ними сегодня, если они есть, осуществляются? Очень хороший вопрос. Действительно, у нас буквально последние два года ликвидирована такая интересная программа, как школьный автобус. У нас был уникальный такой вот проект, когда мы имели возможность очень профессионально перевозить своих детей в городе Якутске. И, соответственно, пользоваться, возможно, и междугородними перевозками при помощи вот этой компании «Школьный автобус». Но два года назад эта компания перестала действовать, существовать. Ну, соответственно, давайте смотреть в корень. Скорее всего, это были финансовые проблемы, финансовые потоки. И когда я сама лично столкнулась с тем, что автобус, который был оформлен как детский автобус, перевозил пассажиров в городе Якутске просто по маршруту 109, я была крайне удивлена и обратилась к водителю, почему школьный автобус укомплектованный... Занимается маршрутой перевозкой. Да, на что водитель мне ответил, что это большая проблема. Они вот как водители этих школьных автобусов поднимали этот вопрос, но их организация вот школьных автобусов была соединена с нашей основной, как бы, вот компанией, которая занимается пассажирскими перевозками. И, в принципе, как таковой проект теперь отсутствует. И на данный момент, получается, что идут глобальные нарушения, но, опять же, получается, что никто, ни родители, ни, значит, школьные, значит, какие-то вот, может быть, программы, которые используют эти автобусы, не предъявляют никаких требований вот к тому, что какое-то количество часов этот автобус работает именно на детских перевозках, а потом он переходит на взрослые. На взрослые. Как это все вот возможно совмещать с точки зрения требований Роспотребнадзора, просто остается вот как бы за кадром, потому что действительно идут серьезные нарушения. Но в основе, опять же, денежные потоки. И, скажем так, кто заинтересован? Опять же, родители. Если они не поднимут этот вопрос на соответствующем уровне, то, наверное, эта программа и так и не будет возвращена. — Что вообще вот с программой школьных автобусов сегодня происходит? То есть, да, вот вы сказали, была практика, но как бы совместно с городским предприятием перевозки оно работало. Какова сейчас вот ситуация? То есть, может быть, есть школы, в которых есть свой вот реально автобус? — Да, есть, конечно, определенная школа, которая имеет свой автобус, но это достаточно дорогое удовольствие. И когда у нас была программа «Школьный автобус для всех школ города Якутска», это всегда намного дешевле. Это раз. Но, с другой стороны, ведь встает самый главный вопрос. Что нам сегодня дороже? Вот в бюджете есть определенное количество денег. В том случае, когда мы говорим, что ребенок – это особая ценность не только семьи, но и государства в целом, тогда, наверное, приоритетная программа будет именно на сохранение таких программ, которые предотвращают детский травматизм, смертность и так далее. Когда мы ребенка ставим на первое место, и тогда никаких денег не жалко, потому что ребенок – это самое главное. Но сейчас у нас получились другие интересы. Также вот в администрации города Якутска, ну, получается, наверное, да, есть определенный дефицит бюджета, но на что-то денег, возможно, хватает, а вот на школьные автобусы денег не хватило. Возможно, это было связано с тем, что была еще и поддержка по федеральному каналу, но все эти вопросы надо и необходимо срочно решать, потому что, действительно, слава богу, сейчас это обошлось, но ведь в другой раз нам может и не повезти. Ну, вот, допустим, как решение проблемы, может быть, конечно, не в корне изменить ситуацию, допустим, в городе, именно за управлением образования, к примеру, возможно ли там закупить два автобуса всего лишь на весь город, потому что, ну, не каждый же день все школы одновременно куда-то ездят. И вот по мере необходимости как-то… Дело в том, что у управления образования было даже не два автобуса, было их больше, которые осуществляют перевозку и во время игр в Дети Азии. Это был, как я уже отмечала, специальный проект, специальный гараж, особый уход за транспортными средствами. Ведь в том случае, который вы назвали, там, слава богу, мы обошлись без жертв, но загорелся сам автомобиль. Соответственно, автомобиль не прошел определенного технического осмотра. Ведь это тоже не секрет, что вот транспортные средства, не всегда осуществляющие международные перевозки, проходят… Соответствуют. Да, соответствуют. Он не был оборудован, наверное, и, получается, как мы видим в сводках ГИБДД, какими-то средствами, которые должны были быть при перевозке детей. То есть много нарушений. В том числе, вы, наверное, обратили внимание, что сам водитель 14 раз привлекался к административу. Мы об этом сказали вначале. А вот говоря про технический надзор, вы сами говорите, что транспорт не соответствует. Не кажется ли вам, что сегодня все равно осмотр проходит более формальная процедура, а не капитальная, когда действительно проверяют все от и до, чтобы… Да, здесь тоже такая вот есть сложная ситуация, потому что раньше за тех осмотра отвечали службы ГИБДД. Это достаточно серьезная структура. Ну, все говорили, вот, можно как-то там уйти от техосмотра, какие-то дать взятки. Но сейчас ситуация еще хуже. То есть, получается, нет системного техосмотра. И те службы, которые занимаются техосмотром, также с ними можно договориться и пройти техосмотр формально и так далее, и так далее. То есть нарушений всегда много. Но во главе угла человек всегда найдет нишу, как сделать проще. Во главе угла должен стоять, как бы, интерес самого вот человека, который пользуется транспортным средством. Он должен интересоваться. Хотя вот сегодня мы говорим о беспечности пассажиров, которые сами вот являются участниками, допустим, какого-то вот путешествия либо по каким-то своим надобностям, либо командировочные, значит, какие-то условия. Также нарушение скоростного режима, состояние транспортного средства, состояние самого водителя. Мы же видим, когда являемся участниками этих перемещений в автотранспорте наземном, мы же видим, что водители практически не отдыхают. Идет нарушение скоростного режима. Но мы, как пассажиры, что хотим? Быстрее доехать. Не безопаснее, а быстрее. Вот и все. Мы же видим спидометр. То есть в какой-то степени сами способствуем вот таким ситуациям за счет того, что хотим быстрее? В какой-то мере. А буквально, наверное, 90% в зависимости от того, как мы к этому относимся. Не надо было родителям отправлять так бездумно с непроверенным водителем. Ну, вот смотрите, по моменту такой. А почему бы, к примеру, не устроить сотрудничество с ГИБДД, чтобы подобные рейсы, допустим, сопровождались хотя бы одним экипажем службы? То есть в случае чего-то они могли бы там связаться... Но дело в том, что ведь тоже, ведь закон регламентирует, если вот грамотный наш телезритель сейчас нас введет, то он понимает, что есть закон, который это регламентирует. Ведь если бы тот сопровождающий или тот организатор вот этого путешествия детского или сами же родители обратились бы в службу ГИБДД, им бы все это предоставили, также был бы проверен водитель на соответствие транспортное средство, по крайней мере, по документам все было бы проверено, и сопровождение могло быть организовано по требованию. Но уже когда три, допустим, идут автобуса, то это уже сопровождение обязательно. А если один, то можно было выйти и просить службу ГИБДД. Но служба ГЛОНАСС, она должна была отслеживать, да, но этого же тоже не было. Поэтому здесь вопиющие нарушения, но я считаю, что, в общем-то, конечно, сейчас, в данном случае, когда все обошлось, всем родителям наказ. Думайте, с кем и как вы отправите детей. Елена Ивановна, вот опять же мы говорим про регламент, регламентированные какие-то правила и так далее. Постановление правительства существует, но все ли руководители учебных, допустим, заведений, то есть родители, ладно, могут быть неосведомлены, руководители учебных, образовательных учреждений знакомы ли с ним, к примеру, вот в данном случае, опять же, про вот рейс недавний, да, видимо, нет. Почему нет требований, почему директора не знают? Или же директора тоже школы игнорируют это все учителя? Ну, я думаю, что, в принципе, осуществляя такие перевозки на системной основе, если, допустим, я являюсь центром какого-то отдыха или спортивное сооружение, и приезжающие ко мне группы пользуются услугами, допустим, транспортной компании, и я осуществляю эту услугу постоянно, ищу как бы вот контакты и помогаю найти вот своим подопечным, то, наверное, я должна буду быть осведомлена. Вот в моей жизни был такой случай, когда я везла группу детей, но я изучила все для того, чтобы довести их безопасно. Целости и сохранности. Целости и сохранности. То есть это зависит именно от ответственности самого руководителя, и мы понимаем, что он тоже должен нести ответственность за то, что случилось. Но вот можно ли на уровне региона, как считаете, дополнить вот эти требования к транспорту, которые сегодня существуют? Ну, я думаю, что даже на вот данный момент следовало бы просто соблюдать те, значит, правила и регламенты, которые уже существуют. И этого было бы вполне достаточно, чтобы мы предотвратили много проблем на дорогах, хотя бы воспользоваться тем, что есть. Например, предрейсовый и послерейсовый медицинский контроль, которого тоже практически нет. Я думаю, что, конечно, в организованной, вот как бы в постсоветской ситуации, там, где наши автобусы перевозят пассажиров, скорее всего, это еще осталось, но вот междугородние перевозки совершенно идут без вот этих вот медицинских освидетельствований. Ну и в завершении, наверное, хотелось бы обратиться все-таки к родителям. Следите за тем, как ваши детей перевозят, знайте все технические регламенты. Я напомню, с вами было актуальное интервью, говорили про безопасность на дорогах. В гостях у нас была Елена Шудря, заместитель председателя Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Оставайтесь на нашем канале и будьте в курсе всего самого актуального и интересного.